Заманчивое объявление в интернете, онлайн заявка на кредит и звонок из автосалона. Приезжайте, вам одобрен кредит под выгодный процент. Машина в наличии. Забирайте, а если приедете сегодня, гарантируем скидку. Карина Сабеля откладывать покупку не стала. Салон находится Ростов-на-Дону, Каширская, 8-5 модуль. Мы приехали, наш встретил менеджер. И он говорит, перед просмотром машины нужно заполнить анкету. Он в эту анкету внес мои данные паспортные, автомобиль, который я буду смотреть. И дает мне на подпись. Внизу анкеты я читаю, что 10% неустойки я должна заплатить, если я не приобрету у них автомобиль. На что я ему задаю, что это за 10% такие. Он мне отвечает. Это просто формальность. Это имеется в виду, что когда вы подпишите уже кредитные документы и вдруг передумаете безобоснованные причины отказаться от машины, тогда вы салону 10% от стоимости машины заплатите. А сейчас это просто формальность. И таких формальностей было много. Сперва нужной машины не оказалось. Пришлось выбрать другую. Затем банк потребовал внести первоначальный взнос еще до подписания кредитного договора. Окончательный ответ банка пришлось ждать несколько часов. К моменту подписания договора цена машины выросла, а сам кредит одобрен под огромный процент. Я говорю, я это подписывать не буду. На что они говорят, вы подписали первую бумагу, вы будете нам должны 10% неустойки от стоимости автомобиля, а первоначальный взнос мы вам не возвращаем. Либо вы подписываете и уезжаете счастливые на автомобиль. И почти каждый клиент автосалона оказался приблизительно в такой ситуации. Кто-то покупал новый автомобиль по невыгодной цене, а кто-то участвовал в трейд-ин, можно сказать, подарив свой автомобиль салону. Смотровой площадки у них не было. То есть они просто, вышел менеджер, осмотрел наш автомобиль, завел, спросил, крашеных деталей нет, нет. На этом дело и закончилось. Сели за столом, говорит, мы вашу машину оценим 700 тысяч, но на бумаге запишем 580, а оставшуюся сумму дадим больше скидку вам на новый автомобиль. Соответственно, согласившись на все эти условия, подписав документы, оказалось, что я подписала договор купли-продажи. То есть я допустила грубейшую ошибку. А дальше все та же знакомая схема простых формальностей. Кредит за машину стоимостью в миллион вырос в полтора раза. Своё старое авто Светлана, можно сказать, подарила в трейд-ин. У кого-то кредиты оказались еще больше. Киа Рио ценник в салоне стоял миллион 75, обошлась полностью весь кредит с процентами 2480. Но машину по сей день на учет не ставлю. Все в надежде сдать ее назад. По той же схеме работал и второй автосалон на Шолохово 312. Только после многочисленных заявлений пострадавших сотрудники полиции смогли прикрыть его деятельность. По предварительным данным сотрудников полиции пострадали больше 30 жителей региона. В результате оперативно-розыскных мероприятий один из предполагаемых участников группы задержан. Ему избрано меропресечение в виде домашнего ареста. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию соучастников противоправной деятельности. После того, как будет проведено полное расследование и суд признает деятельность автосалонов преступной, пострадавшие смогут обратиться в суд и, возможно, вернуть хоть какие-то деньги. Оксана Мельничук, Юрий Ляшко. Ростов-на-Дону.